Сегодня у нас короткое видео о том, как создавать игровые ресурсы и вручную их раскрашивать Я создам вот эти вот бочки Я бы сказал, что это руководство среднего уровня Переведено и озвучено Brainy Man Ладненько, начнем с того, что сделаем саму бочку Я уже удалил стандартный куб Потом прожал Shift-A, чтобы добавить цилиндр После этого уменьшу количество вертексов до 8 и приближу камеру Теперь переходим в режим редактирования через Tab Чтобы изменить форму цилиндра и сделать бочку Для начала сделаю два продольных разреза, лобката, через Ctrl-R и колесико мыши И расположу их вот так Теперь я изменю размер центральной части по оси Z Так что нажимаем S Потом создаем еще два лобката, Ctrl-R колесика Вставляем их и увеличиваем по оси Z Выделю этот, этот и этот разрезы через Shift-Alt Alt взять один разрез, а Shift-Alt выбрать несколько Теперь сделаю из них выпуклость через S Из тонких разрезов я сделаю металлические кольца, которые скрепляют вместе дерево Перейдем в Face Mode Shift-Tab Face Mode Теперь я выберу вот эти вот линии между двумя гранями и нажму Alt-Плюс правая кнопка мыши Чтобы выделить все грани этого кольца Выдавим Экструдируем его через E и правую кнопку мыши Теперь увеличим то, что получилось Не забудьте зажать Shift-Z, чтобы при увеличении не задействовалась ось Z А только оси X и Y Со вторым кольцом то же самое Alt-Плюс правая кнопка мыши Экструдирование Правая кнопка мыши, чтобы его провести Увеличить Shift-Z, чтобы увеличение не шло по оси Z Эту плоскость сверху я удалю Кнопка Delete, чтобы удалить плоскость А потом выберу вот эти вот две грани и нажму F, чтобы заполнить плоскость После с этими двумя гранями заполнить плоскость И с этими двумя заполнить плоскость Так мы добьемся более удобной структуры верха нашей бочки Но в отношении N-GON'ов так делать нехорошо Перейдем в Face Mode и выберем эти три плоскости Экструдируем Правая кнопка выше Уменьшим Экструдируем опять И передвигаем вниз по оси Z через кнопку Z С нижней частью бочки я сильно колдовать не буду И вот у нас есть самая обычная бочка Теперь нужно сделать для нее развертку Вообще раз уж это модель для игры Стоит отмечать каждый шов И очень тщательно прорабатывать развертку Но ускорение руководства ради Я просто выберу опцию Smart UV Project Если вы хотите побольше узнать о развертке и разметке швов Щелкните в правый верхний угол Итак, Smart UV Project Увеличить Island Margin Окей Теперь открываем редактор UV изображений Ну открываем окно UV Image Editor А внизу у нас будет Node Editor Переключаемся на Cycles Render А внизу открываем редактор нодов Вот так И жмем New Не забудьте поставить галочку на Use Notes Вот моя развертка Она, конечно, получилась так себе Но для нас сойдет Для дальнейшего покраса мне нужно будет создать новую текстуру Так что я жму New вот здесь Назову ее для себя Бочка Покрас 2 Потому что я ее уже до этого делал По разрешению я бы рекомендовал поставить 2048 на 2048 А в качестве основного цвета выбрать коричневый или что-то вроде того Мы почти закончили Осталось лишь добавить нашу текстуру в Node Editor Shift A Texture Image Texture Моя текстура, которую я назвал Бочка Покрас 2 Уже должна быть в памяти Блендера Так что мне просто остается нажать на эти две стрелочки Я приближаюсь к окнам в редакторе, чтобы сделать это было проще Вот так И больше ничего делать не нужно Теперь, когда вы перейдете в Paint Mode Так как она уже выбрана, она сразу же и появится Но, как по мне, соединить их лишним не будет Быстренько все проверим Работает Отменяем шаг И начинаем красить Главное не забывать сохранить свое изображение вот тут вот каждый раз, когда что-то изменяете Image Save as Image А дальше будет таймлапс того, как я раскрашиваю эту бочку Если нажмете S, то сможете выбрать образец своего цвета Али-апипетка Что я и сделал F, чтобы изменить размер кисти А если вы нажмете на эту кнопку То с помощью рейд-клика сможете выбрать только те части Которые хотите раскрасить Для начала я просто мазякую там и тут, чтобы добавить разнообразие А потом уменьшаю кисть И делаю такие полосы Чтобы придать текстуру древесины Все это время плоскости моих металлических колец не выбраны, чтобы удобнее было красить именно деревянные части Продолжаю менять цвета и добавлять вариативности Для начала нужно красить базово базовыми цветами Иногда менять оттенки, чтобы добавить темные и светлые участки древесины Напоминаю, сохраняться чаще А теперь я накладываю базовый цвет на металл Опять же, оттенки посветлее, потемнее И щепотку синеватого для серебряного отблеска О нижней части бочки сильно не волнуйтесь А теперь я добавляю детали темной кистью Совсем черный цвет я не выбрал, да и этот уже немного перебор Лучше взять цвет чуть светлее от черного, на случай, если он понадобится позже Это еще и хорошая практика, чтобы не переборщивать подбори цветов И модели выглядели естественнее Хоть это и мультяшная модель для игры Вокруг места соединения досок я крашу кистью посветлее, чтобы подчеркнуть их Будто бы древесина немного уже деформировалась Также подчеркну засечки сверху Как видите, у меня уже довольно много образцов цветов в палитре Для этого нужно зажать S и выбрать цвет левой кнопкой мыши на панели А потом просто нажать на образец, чтобы использовать Медленно добавляю больше деталей Отрисовываю всякие завихрения, завитушки для текстуры древесины Подчеркиваю трещины и прочие неровности Опять же, сохраняйтесь чаще Теперь добавляю выбоины на металл Сейчас я настраиваю три кисти Одну на Screen Одну на Multiply И одну обычную И одну обычную Как видите, Screen осветляет часть изображения Multiply, наоборот, затемняет За основу они берут тот цвет, который вы использовали, так что текстуры они не испортят То есть все цвета, которые уже нанесены Multiply я использую, чтобы заполнить трещины и добавить поддельное ощущение наложенных теней Как видите, на левой части экрана у меня включена текстурная маска Это просто текстура шума, чтобы кисть не красила всю выделенную поверхность однородно Крашу я слоями, то есть я уменьшаю числительность кисти, когда крашу большие части И увеличиваю, когда крашу мелкие детали Тут использую Screen с той же текстурной маской Когда используете этот режим кисти, у вас должен быть выбран светлый оттенок С Multiply наоборот, темный Время от времени натыкаюсь на всякие косяки Так что для их разглаживания я просто использую кисть Smear Что-то вроде кисти Smudge в фотошопе Вот уже скоро и конец, а сейчас я просто добавляю всякие мелкие детали Все еще с кистью Multiply Субтитры делал DimaTorzok Мне еще не хватает должной практики вручной покраске моделей, так что работа отняла у меня довольно много времени На весь проект в сумме ушло несколько часов Тут я добавляю заклепки на кольца Просто черные круги темной кистью А сверху прохожусь светлой кистью, чтобы выделить отплески заклепок в центре Вот и все Вот законченная работа Плюс я добавил вручную отрисованные землю и траву Напишите в комментариях, нравится ли вам руководство Есть ли у вас какие-нибудь идеи Или ваш процесс работы отличается Или у вас есть какой-то совет или вопрос В любом случае пишите Спасибо за просмотр Подписывайтесь на BrainyMan Подписывайтесь на GrandEbita, который эти ролики клепает И учитесь, друзья Это единственное, что нам остается В этом суровом мире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому